Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Крипторынок может показаться скучным, ничего не происходит. Но если посмотреть под камень, то можно заметить огромные изменения, что происходят незаметно для большинства людей. Сегодня я хочу показать тебе одно из таких. Но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Для меня это будет самой большой мотивацией продолжать свою работу дальше. Мне сейчас это действительно нужно. Большое спасибо за поддержку. Это самые важные новости, на которые нужно обратить свое внимание. Это факт, что система, которая сейчас всем управляет, будет полностью переосмыслена в ближайшие 12-24 месяца. Да, осталось всего 24 месяца максимум. У нас есть 7,6 трлн долларов долга в США, срок погашения которых истекает в течение следующих 12 месяцев. Проблема в том, что прямо сейчас большая часть этого долга основана на процентной ставке, которая была до того, как ФРС США начала повышать свои ставки. Это от нуля до одного процента. Это куча дешевого долга, который теперь, когда наступают сроки погашения, правительство планирует покрывать с помощью нового долга. Новые 7,6 трлн долларов, плюс небольшой процент от нуля до одного процента сверху. Но на этот раз брать в долг в пять раз дороже, потому что процентная ставка ФРС США выросла с одного процента до более чем пяти процентов. Послушай это. По большинству старых долговых обязательств, срок погашения которых уже наступает, правительство в настоящее время выплачивает от нуля до одного процента, потому что большая часть долга была выпущена до 2022 года. Проблема, конечно, заключается в том, что сейчас наступает время выпускать новый долг. Так что теперь, по мере того, как наступает срок погашения долга, казначейство США должно выпустить новые долговые обязательства, чтобы погасить старые долги. И новый долг будет браться под пять процентов. Вот так правительство и делает. Когда ты хочешь купить хороший телевизор, но денег нет, ты берешь кредит. После чего кредит ты закрыть не можешь и берешь новый кредит, чтобы закрыть старый. Вот такая система. Нет денег. Откуда возьмутся эти 7,6 триллиона долларов? Чтобы выплатить долг даже при небольших процентах от нуля до одного процента, правительству нужно создавать новый долг. Но на этот раз под пять процентов. И здесь самое интересное. Именно поэтому ФРС США не может долго удерживать эти процентные ставки на таком уровне. Правительство скажет ФРС, пора замедляться. Не забывай, в следующем году в США также выборы президента. Правительство США ни за что не позволит ФРС продолжать эту политику, потому что нынешняя администрация в Белом доме потеряет шансы на переизбрание. В случае, если долг будет на 5 процентов дороже, а их бюджет просто-напросто не будет это вывозить. Далее статьи. Плюс к этому казначейство США будет вынуждено финансировать дефицит бюджета в 2 триллиона долларов в следующем году. То есть в 2024. Мы имеем 2 триллиона долларов дефицита и 7,6 триллиона долларов старого долга. Итого около 9,6 триллиона долларов, выпущенных под 5 процентов. Что добавит бюджету США около 400 миллиардов ежегодных долларов по выплате государственного долга к уже существующим. Посмотри еще раз на этот график. Уже сейчас проценты по долгу растут невиданными ранее темпами. И эта ситуация еще больше усугубится в следующие 12 месяцев. Когда люди говорят, что криптовалюта это эксперимент. Нет, эксперимент это вот эта система. То, что происходит сейчас в истории США, да и мира, такого никогда не было. Таким образом, ежегодные выплаты по долгу составят около 1,4 триллиона долларов в год. Плюс-минус. Это просто безумие какое-то. Выпуск нового долга под 5 процентов добавит еще 400 миллиардов к годовому процентному платежу. И вместе с существующим процентным платежом выплаты дорастут до 1,5 триллиона долларов в год. Хороший вопрос, который нужно задать. А какой вообще план? Есть ли он вообще? Посмотри на вот эту диаграмму. Она учитывает ситуацию только до 2020 года. Поэтому мы должны понимать, что в 2023 году все еще хуже. Долговая проблема, как мы видим здесь, становится все хуже и хуже. При этом нужно отметить, что и дефицит растет. А доходы падают. Я встречаю иногда комментарии а-ля «Вы в сумасшедшей индустрии, в криптовалюте, это дикий запад, он еще не проверен. Кто знает, где будет биткоин?» А я хочу спросить, кто знает, где будет эта система? Я знаю, что будет с биткоином. Каждые 10 минут добывается блок. 21 миллион монет и не больше. В следующем году халвинг, а значит инфляция биткоина, сократится вдвое. И сокращаться будет вдвое каждые 4 года. Это мы знаем. В этом мы уверены. Это прозрачно. А что будет с этой системой? Она непредсказуема. И от этого очень опасная. Вот почему я уверен, что это лишь вопрос времени, когда цена биткоина начнет расти. Она обязательно будет расти. Нужно думать на 1-2 года вперед. Хотя бы на 24 месяца вперед. Движение биткоина предопределено не только его математикой, но самой финансовой системой, в которой мы сейчас живем. И я хочу сказать сейчас жестко и радикально. Если ты в криптовалюте и думаешь, что сейчас на следующей неделе ты станешь миллионером, заработаешь кучу денег, или что вот биткоин вот здесь упал с 28 тысяч долларов до 25, это конец, это скам, это катастрофа. Лучше уходи из этого рынка. Этот рынок не для тебя. Что мне не нравится, так это то, когда люди, приходящие в эту индустрию, думают, что они собираются разбогатеть за 3 дня. Вложить сегодня тысячу, а завтра забрать 20 тысяч долларов. Нет. В криптовалюте ты должен быть как минимум 12 месяцев, ведь у этого мало. Лучше 4 года и больше. Ты должен быть в биткоине как можно дольше. Только так ты масштабируешь свой доход. Только так ты перестаешь вскакивать каждый раз, когда биткоин падает вниз или растет. Хватит наблюдать за краткосрочными движениями. И финансовая элита уже к этому готовится. Они запустят ETF, чтобы обезопасить себя от потрясений. Я писал об этом у себя в телеграме, ссылка на который в описании. И это потрясение будет резким и неожиданным для многих. И большая часть экономик мира будет затронута этим, особенно западной экономике. Вот почему биткоин это не только защита от финансовой ситуации, но и от физической ситуации. Я уже прочувствовал это на своем примере. В Украине многие люди из России тоже использовали его, чтобы вывести свой капитал. Безопасно вывести. Мы точно не знаем, что произойдет в ближайшие годы. Но мы можем увидеть ситуацию, когда будет рост социальной напряженности, возможной революции. Если у тебя есть капитал в биткоине, это страховка. Страховка от того, что ты больше не привязан к какому-либо правительству, к какой-либо стране. Вместо того, чтобы иметь недвижимость, подумай о том, чтобы иметь и недвижимость, и криптовалюту. Не обязательно полностью заходить в крипту, иметь хотя бы небольшую аллокацию в ней. Вот этот долг в ближайшие годы вырастет в 10 раз. 50 триллионов долларов до конца 2030 года. Это прогнозы банкиров. Будет и больше. И это большая проблема. Уже сейчас люди показывают все эти видео в Твиттере. Наверное, ты видел их, где они покупают конфеты и говорят, что они стоили 100 долларов. 100 долларов за две конфеты. Вот что такое 100 баксов в 2023 году и дальше будет хуже. Так что с финансовой точки зрения биткоин нам точно нужен. Ну и с физической тоже. И ты наверняка не поймешь этого до тех пор, пока не начнешь путешествовать. Ты не сможешь понять недостатки традиционных финансов и насколько криптовалюта их превосходит. Ты не поймешь, насколько удивительна криптовалюта, пока не станешь цифровым кочевником. Больше нет никакой необходимости вкладывать свой собственный капитал в местные банки. Это полная свобода передвижения капитала между странами. И я сам этим пользуюсь ежедневно. И это очень-очень круто. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»